Здравствуйте, друзья! Хочу представить вам новый совместный проект компании Кершева и Рика Хинтерера. Вот такой складной нож 3880 термит. Причем термит имеется ввиду не насекомое, а именно вот та самая горючая смесь. Наверное, посчитали они, что это будет такая вот горючая бомба. Сначала немножко вот ЭТХ, потом все остальное. Сталька здесь на клинке 8 хром 13 мм. Рукоять G10, а с этой стороны 4,1 сталь. Вообще не знаю, что это за сталь такая. Пусть несколько, наверное, 4,2 сталь ставят, но так написано на сайте производителя. Длина клинка 8,9 см. Общая длина 21,3 см. Вес производителя заявил 139 грамм, но мой почему-то чуть тяжелее. Мой где-то 141 грамм. Не суть важна. Наверное, основное достоинство этого ножа, как вы уже могли услышать, это то, что это совместная продукция с Рикком Хинтерером. Вот эта надпись. Хинтерер дизайн. То есть это уже второй нож у Хинтерера и Кершау. Первый был Кершау Края. Второй это вот это вот. Ну, такой мощный, в то же время красивый дизайн. Надежный клинок. Клинок выполнен в форме Спанто. Эта форма названа так Хинтерером сокращение двух контуров клинка от Spear Point и Tante. Сверху на клинке присутствуют насечки. Насечки такие крупные, нежные, никаких острых углов. Так что палец они, в принципе, особо не фиксируют. Так, больше для красоты и дизайна. Кстати, очень такой, на мой взгляд, красивый Спейсер сделан, тоже с такими насечками. Так они органично смотрятся с насечками клинка. Ну, так же, как на клинке насечки Спейсера ничего особо сильно не удерживают. Ну, G10, ну, рисунок очень красивый, но, как бы, не сказать, что она сильно такая, цепкая. То есть, единственное, что удерживает руку, это вот эта часть, вот флиппер, который в постоянном состоянии является такой своеобразной гардой. Ну, в принципе, и все. То есть, здесь крепится он на винте всего. Плашки медные. Плашки желтого металла, но производительные что-то медь. Видите, как хорошо так вот. Мне понравилось, что тут сняты фасочки. Все фасочки сняты, поэтому рукояточка такая получилась. Несмотря на то, что она такая очень угловатая сама по себе, но в руке держится хорошо, потому что фасочки смятые, ничего руку не наминает, ничего никуда не врезается. Замочек Frame Lock с дополнительной защитой Lock Bar стабилизер. Вот эта вот шайба, фирменная шайба от Hinderer, которая не дает Frame Lock выгибаться в обратную сторону. То есть, фрейм вот этот вот, он упирается и дальше не идет. То есть, сломать его, как бы, нельзя. Так, ну, что система быстрого открывания Speed Safe. То есть, внутри стоит пружинка, которая помогает ножу быстрее открыться. Вы знаете, честно говоря, я флипперами интересовался, вот пока их не было, ну, у меня лично, мне так нравилось, когда, пока что вот этот вот сюда вот, пальцем уперся, раз, все это быстро открылось. Но, вы знаете, после того, как они стали появляться, как-то, может, в силу старых привычек, мне оказалось все-таки привычнее открывать его вот так. Ну, конечно, Speed Safe поэтому помогает, но можно было бы и без Speed Safe обойтись. Ну, что, как-то вот это вот, не прижилось мне действо. Особенно, если хочется ножом просто поиграться, то указательный палец достаточно быстро начинает болеть. Клипса, такая вот небольшая клипса. Клипса четырехпозиционная. То есть, ее можно поставить в четыре положения. То есть, под левшу, под правшу, tip up, tip down. То есть, все как хотите. И вот здесь вот такой минус, ну, может, для меня минус. Я знаю, что здесь очень много любителей глубокой посадки клинков. Видите здесь, насколько глубоко можно посадить клинок. Вот видите, как глубоко сидит клинок. То есть, те, кто любит такие глубокие посадки, им это понравится, но вытаскивать нож очень тяжело из кармана. То есть, когда его так пытаешься достать, то есть, ты пальцем клипсу прижимаешь к карману еще больше. То есть, поэтому приходится как-то изгаляться, чтобы его вытащить. Поэтому я как бы клипсу специально сейчас поставил вот так в заводское положение. Но после того, как закончу ролик, я переставлю его сюда, в положение tip up. Мне так проще. Ну, пускай торчит немного, ну, вот так это будет видно, ну и что. То есть, я не шпион, не разведчик, я не скрываю того, что у меня в кармане есть какой-то ножик. Отверстие под темляк такое вот своеобразное, оно не круглое, оно долговатое. По мне так очень хорошо смотрится. Знаете, в принципе, нож стоит у нас где-то две с небольшим тысячи рублей. То есть, в принципе, по деньгам он примерно стоит, как крыса, да, даже дороже. Но вы знаете, наверное, вот крыса будет порезучей. То есть, если кто-то берет нож, ему нужен резачок за небольшие деньги, то надо брать крысу. А если кому-то нужен вот такой вот клиночек помощнее, то, что видите, все-таки вот это вот с панта, вот это с пиарпоинт и танта, оно создает достаточно такой вот, видите, клинок. То есть, он достаточно мощный, видите, и кончик мощный. То есть, если вы планируете больше каких-то ковырятных движений, то, конечно, термит вам больше подойдет. Ну, плюс ко всему, то есть возможность за нормальные, адекватные деньги иметь дизайн Хиндерера. Если, в принципе, эту вот надпись как-нибудь убрать чайно, было совсем хорошо. Ну, это так, то есть, люди честно пишут цену производителя. В принципе, нож у меня хорошее впечатление вызвал. Ну, знаете, так, ну, если захотят придраться, всегда можно придраться. Например, тоже, если есть флиппер, если есть расплавничок. Ну, зачем тогда нужны вот эти вот штуки? То есть, вроде бы, да, они такие амбидекстерные, то есть и правше открыть, и левше открыть, как бы, все это здорово. Но любой левша может сделать себе так, и все. Причем, понимаете, как бы, иногда бывает так, что вот просто все вот, смотрите, упирается непосредственно уже в плашки, в саму рукоять и создает дополнительную, как бы, точку опора. А здесь-то, видите, вот расстояние сколько. То есть, для чего нужна вот такая вот дублированная система открывания, непонятно. Ну, как бы, да, я уже сказал, что мне проще открывать вот так, но не было бы этого, но ничего, претерпелся бы, открывал бы вот так, и все. То есть, что мне не совсем понятно, зачем вот это сделано. Понимаете, также, ну, не знаю, как бы, это просто пожелание. Конечно, хотелось бы, чтобы насечка была, ну, чуть более агрессивная. Потому что, ну, правда, она смотрится, конечно, очень красиво смотрится, посмотрите, вот это все так гармонично, но удержания никакого. Ну, как бы, может быть, с другой стороны и правда, то есть, как бы, тыкать этим ножом особо не придется. Все-таки нож сделан, чтобы резать, тыкать, не знаю, штыком. Поэтому, в принципе, нож мне очень понравился. То есть, вот так, видите, так вот фрейм заходит на пяточку клинка. То есть, клиночек, ну, если может сильно придираться, может сказать, что он чуть-чуть не по центру. Ну, опять-таки, я никогда не видел проблем, в том числе, когда ног немного не по центру. Держит это все на раз-два-три, в трех болтах есть его. Видите, как болт он идет с этой стороны и проходит вот сюда вот до фрейма, то есть полностью вот до второй плашки. И в ней он заканчивается. Это такой хороший ножничек. Примерно по цене конкурент крысы. Смотрите, конечно, это нечаянно, может кого-то расстроится, но все поделаешь. Зато от Hinderer Design. То есть, мне понравилось. Хорошо сделан, так, по-взрослому. Может, конечно, можно было, не знаю, там, не 8 Chrome 13, а что-нибудь более крутое, но тогда, соответственно, цена бы увеличилась. А так, сами видите, клиночек ходит очень плавно. То есть, гардочка есть. То есть, рез замечательный, Stone Wash. Мне очень нравится. Знаете, вот, крысу возьмешь, не успеешь что-нибудь сделать, уже пальцы остались. Надо постоянно ее протирать, иначе моментально теряется вид в нее. Но при этом ножичек, видите, как он, замечательно бреет. То есть, я его еще ни разу не точил. Один раз я его так на пастик отправлял, и все. Это, как бы, не сразу. Я стараюсь, как бы, новым ножом. Вот, как наточен, так, как пользоваться первое время. Интересно, как же люди все-таки с завода точат. И, в принципе, нож был заточен очень хорошо. Собран он реально аккуратно. Так что, вот такой вот получился у Кершу и Хиндерер нож. Может, конечно, термит, как горючая смесь, он, конечно, таких каких-то ощущений не вызвал. Но в элегантности ему не откажешь. То есть, в интересной форме клинка ему не откажешь. То есть, в мощном кончике ему не откажешь. То есть, плюсы налицо. То есть, такой элегантный крепышок. При этом фрейм, при этом спидсейв, то есть, все дела. То есть, добротный, хороший нож. Может быть, тоже, конечно, он стоить все-таки подешевле, чем крыса. Ну, решили Кершу вот такую цель у него зарядить, как говорится. Кто хочет, тот берет, кто не хочет, тот не берет. Ну, впечатление от ножа у меня положительное. То есть, как вы видите, ни одного такого какого-то косяка, какого-то недочета, который был бы именно недочетом, я не нашел. То есть, есть что-то, что неудобно для меня, но это уже мои проблемы. Советовать брать или не брать не буду. Каждый решает сам. Но, если есть возможность зайти в магазин и поддержать, повернуть его в руках, советую. Ну, что, всем спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok